Как и в предыдущем подразделе третьего модуля, мы продолжим говорить о понятиях эксперимента, структуре основных видов эксперимента, и также изучим вопросы планирования и построения эксперимента. В зависимости от целей предмета исследователя, характера используемой экспериментальной техники и других факторов, можно построить весьма разветвленную классификацию различных видов эксперимента. Не ставя перед собой задачи дать исчерпывающую характеристию всех типов эксперимента, мы ограничимся рассмотрением наиболее существенных с методологической точки зрения экспериментов, применяемых в современной науке. По своей основной цели все эксперименты можно разделить на две группы. К первой, самой большой группе, следует отнести эксперименты, с помощью которых осуществляется эмпирическая проверка той или иной гипотезы или теории. Так, например, два эксперимента Галилея по изучению законов падения тел, о котором мы говорили в предыдущем разделе, относятся как раз к такому типу. Меньшую группу составляет так называемый поисковый эксперимент, основное назначение которого состоит не в том, чтобы проверить верна или нет какая-то гипотеза, а в том, чтобы собрать необходимую эмпирическую информацию для построения или уточнения некоторой догадки или предположения. По характеру исследуемого объекта можно различить физические, химические, биологические, психологические и социальные эксперименты. В том случае, когда объектом изучения служит непосредственно реально существующий предмет или процесс, эксперимент можно назвать прямым. Если вместо самого предмета используется некоторая модель или эксперимент, то будет называться модельным. В качестве таких моделей чаще всего используются образцы, макеты, копии оригинального сооружения или устройства, выполненные соблюдением установленных правил. В модельном эксперименте все операции осуществляются не с самими реальными предметами, а с их моделями. Результаты, полученные при исследовании этих моделей, в дальнейшем экстраполируются на сами предметы. Конечно, такой эксперимент менее эффективен, чем прямой. Но в ряде случаев прямой эксперимент нельзя осуществить вообще, либо по моральным, либо в силу чрезвычайной дороговизны. Либо по моральным соображениям, либо в силу чрезвычайной дороговизны. Вот почему новые модели самолетов, турбин, гидростанций, оплатин и тому подобных объектов сначала испытывают на экспериментальных образцах. Точно так же новые образцы лекарств сначала проверяют на подопытных животных, а потом уже постепенно назначают людям. Последние годы все более широко распространены и получают так называемые концептуальные модели, которые в логико-математической форме, возможно, могут выразить некоторые существенные зависимости реальных существующих систем. Используя электронно-вычислительные машины, можно осуществлять весьма успешные эксперименты с такими моделями и получать довольно надежные сведения о поведении реальных систем, которые не допускают ни прямого экспериментирования с помощью материальных моделей. По методу результатов исследования все эксперименты можно разделить на качественные и количественные. Как правило, качественные эксперименты предпринимаются для того, чтобы выявить действия тех или иных факторов на исследуемый процесс без установления точной количественной зависимости между ними. Такие эксперименты скорее носят исследовательский поисковый характер. В лучшем случае с их помощью достигается предварительная проверка или оценка той или иной гипотезы или теории, чем их подтверждение или опровержение. Количественный эксперимент строится таким расчетом, чтобы обеспечить точное измерение всех существенных факторов, влияющих на поведение изучаемого объекта или хода процесса. Проведение такого эксперимента требует использования значительного количества регистрирующей измерительной аппаратуры, а результаты измерения нуждаются в более или менее сложной математической обработке. В процессе научного наблюдения исследователи руководствуются некоторыми гипотезами и теоретическими представлениями о тех или иных фактах. В гораздо большей степени эта зависимость от теории проявляется в эксперименте. Прежде чем поставить эксперимент, надо не только располагать его общей идеей, но и тщательно продумать его план, а также возможные результаты. Выбор того или иного эксперимента, так же как и конкретный план его осуществления, в существенной степени зависит от той научной проблемы, которую ученые намереваются разрешить с помощью опыта. Одно дело, когда эксперимент предназначен для предварительной оценки и проверки гипотезы, но и, конечно, совсем другое, когда речь идет о количественной проверке той же самой гипотезы. В первом случае ограничивается общая качественная констатация зависимости между существенными факторами или свойствами исследуемого процесса. Во втором же стремятся количественно выразить эти зависимости, когда осуществление эксперимента требует не только привлечения значительно большого количества регистрирующих измерительных приборов и средств, но гораздо больше аккуратности и точности в контроле над изучаемыми характеристиками и свойствами. Большая часть экспериментальной техники служит для контроля тех факторов, характеристик и свойств, которые по тем или иным причинам считаются существенными для исследуемого процесса. Без такого контроля нельзя было бы достичь цели эксперимента. Техника, которую используется в эксперименте, должна быть не только практически проверена, но и теоретически обоснована. Однако, прежде чем говорить о теоретическом обосновании, нужно убедиться в практической осуществимости эксперимента. Даже в том случае, когда опытная установка успешно функционирует, ее работа и в особенности результата может зависеть от самых разных причин. Поэтому, прежде чем приступить к эксперименту, исследователь стремится объяснить функционирование будущей экспериментальной установки с помощью уже известной и хорошо подтверденной теории. На этом мы завершаем шестой подраздел третьего модуля и сам третий модуль, где мы изучили структуру, основной вид эксперимента, а также изучили планирование, построение и возможность контроля эксперимента. В заключении хотелось бы сказать о том, что в науке устанавливают не просто связь между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми объектами и их свойствами, а определенное функциональное отношение имеет между величинами, которые характеризуют эти свойства. Косвенные наблюдения играют возрастающую роль в современной науке, особенно в тех ее отраслях, которые исследуют явления, протекающие в отдаленных уголках Вселенной. В последнем случае наблюдения, как правило, тесно приобретаются с экспериментом и обязательно требуют интерпретации с помощью теории. Также вашему вниманию, уважаемые слушатели, представлена тема контрольных заданий для СРД и список рекомендуемой литературы. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...